Приветствую вас, с вами я Анатолий, вы смотрите канал Дабагаргарсман И сегодня у нас опять-таки необычный ролик, и это будет... Unbox! И нет, анбоксить мы будем вовсе не кота, а очень веселую, интересную и огромную посылочку от Anycubic А перед тем, как делать саму эту распаковочку, я расскажу вам небольшую предысторию В общем, все началось с того, что Games Workshop в очередной раз, а потом еще в очередной раз повышает цены на свои миниатюры А мой ранее заказанный Photon Zero не очень хорошо справляется с поставленными задачами Ну, в общем-то, печатает он неплохо, но есть небольшие претензии к печати именно конкретно миниатюр Ведь его разрешающая способность не очень-то и большая И мне, как человеку, любящему выгоду и свободу выбора, пришлось сделать небольшой заказ А тут как раз подкатили зимние скидочки от фирмы Anycubic И я все-таки решился потратить свои кровные денежки на то, что я сейчас распакую Так что не будем долго затягивать, и погнали! О, небольшая перестановочка Так, мы убрали кресло и немножко отодвинули микрофон, поэтому звук, может, немножко потерпел Но это нужно было сделать ради того, чтобы поместить здесь на столе и попытаться отинбоксить эту самую коробочку, которая пришла на днях Ну, а почему я буду вам долго рассказывать, я вам просто это покажу И... Али! Оп! Вот такая вот небольшая коробочка Для того, чтобы нам ее распаковать, мне понадобится, естественно, небольшой ножичек И сейчас мы начнем скрывать эту самую коробочку Потихонечку, чтобы ничего не повредить И... О! Так! Ну что ж! Первым делом я вам в камеру покажу, как это выглядит в запакованном виде Вот! А выглядит это вот так! Как видите, коробка достаточно большая, она очень плотная И такое впечатление, что у нее, увы, армированные А судя по тому, что видно с торца Как видите, здесь пластиковые вставочки Уголочки Очень интересное решение И, как по мне, очень правильное Потому что вещи достаточно-таки ценные О цене мы поговорим в конце ролика И... Будут небольшие выводы, как я обычно делаю И там я сделаю небольшое сравнение по цене И по характеристикам моего старого принтера И этого, который вот приехал А мы тем временем продолжаем Тут мы видим еще картонные вставочки И 4 штучки Вот! Это все добро мы отложим Так, заставим И первое, что мы видим Это крышка крышка огромная крышка придется поставить вот так выглядит крышка сейчас мы распакуем тут тоже между прочим пену вставочка они кубик на старом принтере между прочим надписи они кубик на крышке нет на этом есть это приятно это хорошо смотрится так это отставляем теперь вытаскиваем вторую пену вставку и здесь у нас куча всякой чепухи но перед этим мы вытащим уже все остальное угловые как я и говорил углы армированные и это хорошо благодаря чему принципе это принтер приехал ко мне наверное целый боже еще одна вставка дополнительное укрепление о боже какой тяжелый смотрите на это чудище все коробка пустая и он реально реально просто нереально огромен вы просто зацените эти размеры с крышкой если честно я конечно знал что он будет побольше старого но он значительно побольше старого принтера сравнение мы проведем в конце этих двух машин а сейчас мы распакуем мелочуху для этого мы в очередной раз переместимся ну вот мы и перенеслись мы видим рабочую поверхность стола и сейчас будем рассматривать всю вот эту дребедень которая здесь напихано начнем пожалуй с тех самых буклетиков первый буклетик this paper can be used for leveling дальше у нас идет инструкция именно конкретно этой модели принтера не знаю сохранилась ли у меня инструкция от прошлого принтера по моему она лежит но для сравнения вот у нас есть вот он zero как видите пошагово она практически повторяет предыдущую инструкцию можно даже сказать ничем не отличается то есть шаги по настройке принтера по его началу использования те же так что здесь мы не узнаем ничего нового кроме того что здесь конечно диоды идут помощнее засветка явно сильнее с этим мы будем разбираться когда будем тестить принтер дальше у нас идет вот такой вот шпатель шпатель шикарный жесткий как видите у него идет скос небольшой я если честно затрудняюсь сказать зачем это сделано но видно так будет удобнее ну и деревянная ручка сразу бросается в глаза деревянная ручка шпатель вообще намного более качественный чем то что нам предоставили в упаковке фотон zero но оно и понятно цена у них разница на колоссальную сумму денег поэтому как бы хотя бы деревянную ручку в шпателе они должны были предусмотреть для сравнения сейчас покажу шпатель от фотон zero для тех кто не видел анбокс фотон zero и не кубик вот такой вот шпатель у них идет как видите он уже немножко поюзанный грязный но для сравнения он реально очень легкий он неудобный лезвие у него туповатое то есть вот как видите для сравнения то есть этот намного острее соответственно будет удобнее подковыривать миниатюры но конечно качество должно было отличаться это факт далее у нас в упаковке идет стандартный набор фильтров и масочка для того чтобы работать возле фильтра из личного опыта скажу что данная маска хоть и удобнее но от запахов от вони смолы она практически не защищает но лучше уже конечно в ней чем вообще без ничего дальше у нас идет еще один пакетик сейчас мы это все распакуем о какая флешка интересная очень хорошая флешечка очень красивая опять же таки для сравнения покажу флешку которая шла в комплекте с фотон zero если кто не видел распаковку вот такая флешка она скорее всего одно на одно но выглядит это конечно и ощущается поприятнее этой так дальше у нас здесь антенна явно для вай фая то есть этот принтер может подключаться к компьютеру через вай фай в моем случае это бесполезная вещь потому что я не собираюсь использовать ее таким образом этот самый принтер и скорее всего он будет у меня пользоваться именно флешкой в комплекте далее у нас идет вот такой пластиковый скребок чего не было конечно же в наборе фотон zero это очень полезная штука это в случае если хотите снимать миниатюры не царапая поверхность площадки кум просто вот прям круто дальше у нас в этом пакетике идут шестигранники длинные удобные и их тут очень много ну стандартная сервисная карта и вот эти самые шестигранники которых в моно целых три а в фотон zero их только два что уже если честно становится очень интересными далее у нас есть это у нас болты для крепления площадки скорее всего и и для крепления ванночки даже скорее всего это для ванночки это у нас перчаточки полезно прикольно и еще у нас есть такая бумажка гарантийный талон ну и болтики следующим у нас на очереди идет кабель питания стандартный как мне кажется для тех кто знаком с стационарными компьютерами не только и с разной бытовой техникой очень плотный толстый и с хорошей вилкой в отличие от от он zero где обычная вилочка блок питания здесь не менее впечатляющий как видите он у нас на 6 ампер это очень и очень солидно 24 вольта 50 60 герц но это стандарт принципе но на 6 ампер это впечатляет и он раза в два больше чем блок питания от фотон zero вход тот же самый далее с этого самого пенопласта мы должны достать собственно площадку представляете ох ничего себе какая площадка у нас реально огромная для сравнения вам покажу площадку потом zero вот она такая всего лишь маленькая настолько всего лишь места занимает сравнительно с площадкой потом моно x как видите эта площадка в четыре раза больше площадки на фотон zero и на этой площадке я умудрялся напечатать одновременно шесть пехотинцев пять если более-менее таких крупных шесть есть и мелких вордосов например на этой же площадке будет вмещаться четыре раза больше что уже солидно ну или небольшой танк и последняя вещь из вкладыша это ванночка и она еще больше естественно она реально намного больше чем потом zero опять же для сравнения вот насколько она больше она реально огромная ничего не скажешь кстати фотон zero недавно менял пленку будет ролик посвященный тому как правильно заменить пленку на фотон zero в случае же фотон моно x проблем с заменой пленки не предвидится здесь замена пленки достаточно таки стандартная разница будет только состоять в том что собственно пленка нужно намного больше площади ну и вы сами слышите как как играет пленочка когда у нее постучать я в восторге ну и переносимся в обычный формат и как видите мы вернулись в стандартный формат данного видео и сейчас я хотел бы вам продемонстрировать так сказать наглядно разницу в размерах этих двух агрегатов от они кубик фотон моно x и внимание фотон zero вот этот маленький малыш служил мне верой и правдой последние полгода хотя и не так часто как бы не самому того хотелось я знаю что до сих пор еще не выкатил ни одного видоса по обкатке и тестировки и печати данной машинки вот они кубик но обещаю справиться и в ближайшее время выпустить эти ролики тем более что уже будут в последующем выпущены ролики сравнение печати этого агрегата и этого маленького агрегатишки помимо этих роликов я собираюсь сделать серию роликов с работой над ошибками для тех кто только-только собирается купить себе 3d принтер никогда не заморачивался данной темой никогда не печатал и собирается сделать так сказать большой шаг в свободный рынок миниатюр в основе своей эти ролики будут представлять из себя сборку моих неудач и фейлов и борьбы с ними поскольку они и сопутствовали в моим тестовым печатям на протяжении целого периода от начала использования данного принтера и до приезда всего агрегата плюс я вовсе не застрахован от того что у меня будут файлы и на этом принтере и это все я буду обязательно снимать и постараюсь вам показать как от этих файлов в последующем избавиться и какие шаги нужно предпринимать обязательно перед тем как начинать работать с одним из этих двух 3d принтеров потому что за все остальные я вам рассказать и не смогу потому что увы у меня их нет а теперь я сделаю небольшие выводы и чтобы подсуммировать а самое главное что мы узнали из этого анбокса первое когда у меня появился в качестве подарка данный принтер он был куплен за неполных 100 долларов плюс там доставка плюс еще какие-то мелочи в виде смолы и та же машина тоже была приобретена мной по скидке эта скидка получилась весьма внушительный около 330 долларов но я думаю может быть чуть чуть меньше потому что забрала свое доставка он получился со скидкой и неполных 500 долларов сами понимаете разница между принтером 500 долларов и в 100 долларов должна быть ощутимой второе и это классальная разница сразу же видно в соотношении их размера как вы сами видели во время анбокса площадка и ванночка данного агрегата практически в четыре раза превышает в размерах ванночку и площадку печатную данного аппарата что если логически подумать позволяет вам на данном принтере печатать полноразмерного рыцаря даже в собранном состоянии третьим пунктом хотел бы отметить этот факт что этот принтер намного более мощный чем этот соответственно зацветка у него сильнее и соответственно он намного быстрее будет печат насколько быстрее я пока не уверен я вам скажу уже после тестовых печатей и скорее всего даже этот момент будет заснят и вы сами увидите четвертое скорее всего если бы не скидки на сайте и не кубик я бы наверное брал элега марс или еще какой-то принтер из другой фирмы но знаю уже как работать и не кубиком как работать с их ней смолой я решил не выделываться тем более скидки и купить фирменный принтак от них и посмотреть какая же будет разница в печати и в качестве напечатанных миниатюр между этими двумя моделями а если вы тоже хотите увидеть эту самую разницу в печати и в работе этих двух аппаратов то переходите под видео пишите обязательно об этом в комментариях и пускай последнее время было небольшое затишье на этом канале но я надеюсь в ближайшее время я восстановлю темпы работы своего канала и контент будет выходить более регулярно так что жмакайте кнопки подписки лайка и колокольчик обязательно дабы не пропускать выход нового видео на нашем канале с вами был я анатолий вы смотрели канал да да гаргард покеда